23 февраля 1903 года родился человек который для нескольких поколений стал символом стойкости мужества и честности журналист писатель и борец с фашизмом юлиус фучек 8 сентября 1943 года после долгих издевательств допросов и пыток он был повешен в берлинской тюрьме плет цензея ожидая смерти в камере он написал свой последний репортаж который получил название репортаж с петлей на шее он заканчивается словами люди я любил вас в чем собственно можно и не сомневаться давайте сегодня вспомним его героическую и в то же время трагическую историю но перед тем как продолжить дорогие зрители но youtube канале история рф сейчас выходит интереснейший цикл видео к столетию ссср семья народов как формировалась российская империя как множество наций уживались на одной земле почему возникали споры и разногласия как российская империя и советский союз определили развитие входящих в них народов правдивая история россии украины белоруссии грузии азербайджана прибалтики и других стран соседей от древних времен до наших дней история жизни народов государств и людей рассказывает доктор исторических наук профессор мгимо михаил юрьевич мягков переходите по ссылке в описании видео на канал история рф и смотрите родился будущий журналист в праге тогда чехия входила в состав австро-венгрии семье простого рабочего его назвали юлиусом в честь дяди который был композитором мальчик увлекался историей и литературой и театром в 12 лет мальчик даже попытался выпускать собственную газету под названием славянин в семье хотели чтобы юлиус выучился на инженера но он поступил на философский факультет пражского университета когда юноше исполнилось 18 он вступил в компартию вскоре юлиус стал редактором коммунистической газеты рудэ право красное право а также журнала творба творчество он занимался не только политической журналистикой но и литературной и театральной критикой важным этапом жизни фучки к стал визит в советский союз в 1930 году поехал он туда в качестве журналиста и пробыл в советской стране два года юлиус много путешествовал по средней азии жизнь в ссср привела его в восторг по итогам своей длительной командировки фучек написал книгу под названием стране где наше завтра является уже вчерашним днем после этого он яростно отстаивал ссср в полемике с каждым кто критиковал советский союз в 1934 году фучек поехал в командировку в германию и там ему резко не понравилась обстановка после этой поездки он начал писать статьи против фашизма это пришлось не по душе властям которые тогда уже были не против сотрудничества с гитлером и мягкое преследование которому ранее подвергалась пражская компартия стало все больше и больше сменяться на жесткое спасаясь от ареста журналист коммунист был вынужден уехать в советский союз но в 1936 году вернулся обратно на родину во-первых юлиус не хотела не мог оставаться в стороне от борьбы во вторых у него там была возлюбленная по имени аугуста позже эта женщина станет известна как густина фучикова также как и юлиусу ей будет суждено пройти через фашистские застенки но она выживет и благодаря ей до людей всего мира дойдет репортаж с петлей на шее в 1939 году чехию оккупировали фашисты коммунистам пришлось уйти в глубокое подполье в самом начале оккупации гитлеровцы предложили фучику сотрудничество за деньги и главное за безопасность он отказался и был вынужден скрываться скитаться по разным городам надолго расставаясь с женой но при этом юлиус сражался с захватчиками тем оружием которые у него было своим пером товарищи предлагали ему уехать в ссср поскольку он был в розыске но он отказался мы чешские музыканты артисты писатели инженеры мы и кому насильно закрыла рот ваша цензура мы чьи руки связаны вашим террором мы чьи товарищи испытывают нечеловеческие страдания в ваших тюрьмах и концентрационных лагерях мы чешская интеллигенция отвечаем вам министр геббельс никогда слышите вы никогда мы не изменим революционной борьбы чешского народа никогда не пойдем к вам на службу никогда не будем служить силам мрака и порабощения заявил он от лица своих собратьев в открытом письме министру геббельсу которая распространялась как листовка несколько раз юлиус футчик был на грани ареста и спасало его только чудо однажды в 1940 году в дом где он находился вместе с женой явился жандарм дверь открыла густина она попыталась соврать что юлиуса нет но обмануть его не удалось дело закончилось тем что футчику удалось расположить жандарма к себе простым вопросом позволит ли совесть вам чеху арестовать чеха по приказу немецкого гестапо жандарм предупредил что юлиусу нужно немедленно уезжать а сам доложил своему начальству что не обнаружил его позже этот жандарм вступил в коммунистическую партию приходили к густине и еще несколько раз топтали книги обыскивали дом угрожали но юлиус был далеко к сожалению 24 апреля 1942 года футчик все-таки был арестован это случилось вследствие того что на заводе где антифашисты распространяли листовки оказался тайный агент гестапо с этого и началась цепочка арестов которые в итоге привела к семье елиноков у которых скрывался юлиус у него были поддельные документы так что сначала гитлеровцы даже не поняли что им в руки попал тот самый журналист которого они давно искали далее началось страшное через несколько часов арестовали и густину ей показали зверски избитого мужа и ей пришлось сдерживая эмоции сказать я его не знаю но из-за предательства одного из нестойких товарищей личность футчика все-таки стала известна фашистом он стоял в углу в кольце вооруженных гестаповцев но это был не побежденный а победитель глаза говорили меня вы можете убить но не в силах убить идею за которую я боролся за которую был замучен напишет потом в своих воспоминаниях выжившая в гестаповских тюрьмах и лагерях густина для журналиста борца настал самый трагичный и самый героический период подвергаемый чудовищным избиением он не выдал никого из товарищей иногда его возили по праге чтобы показать жизнь на свободе вот дескать она продолжается эту пытку искушением свободы тоже было нелегко перенести но юлиус стоял на своем всегда когда у футчика появлялся хоть какой-то клочок бумаги и огрызок карандаша он писал какие-либо заметки но понятное дело в тюрьме с этим тяжело когда один из надзирателей участливо поинтересовался не хочет ли юлиус чего-нибудь он попросил бумагу оказалось что этот надзиратель адольф калинский на самом деле чешский патриот он сумел обмануть гитлеровцев выдал себя за немцы и устроился на соль неприглядную должность чтобы помогать заключенным благодаря ему у футчика появилась не только бумага но и возможность вынести репортаж с петлей на шеи за пределы тюрьмы вот как юлиус описал эту встречу надзиратель в форме сс-овца впустившие меня в камеру обыскал мои карманы только для виду потихоньку спросил как ваши дела не знаю сказали что завтра расстреляют вас это испугало я к этому готов привычным жестом он быстро ощупал полы моего пиджака возможно что так и сделают может быть не завтра позже может и вообще ничего не будет но в такие времена лучше быть готовым и опять замолчал может быть вы не хотите что-нибудь передать на волю или что-нибудь написать пригодится не сейчас разумеется в будущем как вы сюда попали не предал ли вас кто-нибудь как кто держался чтобы с вами не погибло то что вы знаете хочу ли я написать он угадал мое самое пламенное желание репортаж с петлей на шее обрывается на дате 96 43 затем фучика увезли в берлин после скоротечного фашистского судилища узник был казнен это случилось 8 сентября 1943 года в тюрьме плет цензая после победы над фашизмом этот мужественный человек был награжден посмертно международной премии мира а его главный репортаж переведен на 80 языков мира однако после бархатной революции в чехословакии фучика пытались очернить оклеветать например один из вопросов которым публично задавались либеральные разоблачители звучал весьма цинично почему он не застрелился при аресте но сам фучик описал момент ареста в том самом своем репортаже он не мог не стрелять во врагов не застрелиться сам потому что погибли бы другие люди 9 револьверов наведено на двух женщин и трех безоружных мужчин если я выстрелю погибнут прежде всего они если застрелиться самому они все равно станут жертвой поднявшейся стрельбы если я не буду стрелять они посидят полгода или год до восстания которое их освободит только мирику и мне не спастись нас будут мучить кроме того антифашисты пытались обвинить в сотрудничестве с гестапо и даже в том что репортаж с петлей на шее написал не он впрочем нам все это знакомо такие же попытки разоблачения героев и выдающихся людей советской эпохи были и у нас и к сожалению продолжаются до сих пор когда клевета нафучика не увенчалась успехом его имя попытались придать забвению моего слова сказанные перед лицом смерти люди я любил вас будьте бдительны известны пожалуй каждому образованному человеку а годовщина его казни в 8 сентября и поныне является днем международной солидарности журналистов на этом у меня все если видео было вам интересно поддержите нас лайком и не забывайте подписаться до новых встреч